А теперь к новостям спорта. Королева спорта «Легкая атлетика» вновь почтила своим присутствием наш город. Элита отечественного спорта, многие известные в России и за ее пределами легкоатлеты, приняли участие во всероссийских соревнованиях – Кубок губернатора Краснодарского края. Подробности в нашем репортаже. Ожидания поклонников «Легкой атлетики», которые пришли в славянский спорткомплекс «Олимпиец», были вознаграждены. Они увидели выдающихся российских спортсменов. В числе участников соревнований – олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова, серебряный призер Олимпиады по прыжкам в шестом Евгений Лукьяненко, чемпионы мира и Европы, всего более 100 легкоатлетов. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков, выступая на открытии, назвал эти соревнования большим праздником. Глава Славянского района Роман Синеговский пожелал спортсменам честной спортивной борьбы и успешных стартов. И борьба за лидерство действительно обещала быть нешуточной, о чем свидетельствовал состав участников состязаний. Соревнования на Кубок губернатора Краснодарского края проводим 12 раз. На эти соревнования приезжают сильнейшие спортсмены России, заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр. Главный судья отметила не только отличную спортивную базу нашего города, но и то, что Славянск на Кубани является кузницей кадров российского спорта. В вашем городе есть призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, есть победитель Всемирной универсиады, заслуженный мастер спорта. Ваш город является одним из сильнейших городов нашей страны, где развивается прыжок в шестом. И, конечно, замечательный тренер, заслуженный тренер России – это Сергей Викторович Гриппич. Соревнования проходили динамично и все время держали зрителей в напряжении, поскольку они болели за своих любимцев, желая им победы. В секторе для прыжков в длину женщин не было равных по линии Лукьяненковой, которая прыгнула на 6 метров 25 сантиметров, опередив ближайшую соперницу на четверть метра. Вы рады, что победу одержали? Конечно, всегда приятно побеждать, выигрывать. Это потрясающее ощущение, ни с чем не сравнимое. Хочется, конечно, улучшить свой результат и одерживать победы, занимать призовые места на остальных стартах. Желательно, конечно, выигрывать. Один из самых, если не самый зрелищный вид спорта – это прыжки с шестому мужчин. Зрители аплодисментами поддерживали славянца, призера Олимпийских игр Евгения Лукьяненко, который одержал убедительную победу, повторил лучший результат сезона в России, преодолев планку на высоте 5 метров 60 сантиметров. Он опередил других призеров состязаний на целых 60 сантиметров. Отличный результат. Считаю, что старта практически нет, поэтому используем каждую возможность, каждый старт. Нормальный результат. Перспективы, конечно, есть. Сейчас будет русская зима, старт в Москве, затем чемпионат России. Конечно, есть перспективы улучшить результат. И задачи на сегодняшний день, на этот сезон, на зимний – 5.71, потому что это норматив на летний чемпионат мира. На дистанции 60 метров с барьерами у мужчин быстрее всех был Константин Шабанов из Москвы. Дистанцию он преодолел за 7,72 секунды. Жаловаться не буду, но результатом недоволен. А так все нормально, все хорошо. Двигаемся дальше. В беге на 60 метров у мужчин победу праздновал Руслан Перестюк. Со временем 6,67 секунды. Каждый год я здесь соревнуюсь, каждый год я выступаю, каждый год лидеры меняются. В прошлом году я был второй, сейчас первый. Ну, дай бог, чтобы было все так же. Впереди в этом году у именитых российских спортсменов еще немало соревнований разных уровней. Боевого настроя им не занимать. Так пусть им всегда сопутствует удача. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».